На диспансерном учете Ангарской психиатрической больницы стоят около полутора тысяч человек, страдающих алкогольной зависимостью. Палаты в отделении никогда не пустуют. Среди пациентов есть люди младше 18 лет. И это несмотря на работу врачей кабинета детской профилактики, которые регулярно проводят встречи со школьниками. Как правило, среди учащихся и студентов, чаще всего мы сталкиваемся с таким явлением, как пагубное употребление. То есть это неоднократное употребление наркотических веществ, неоднократное употребление алкоголя, табака. Самому младшему пациенту со стойкой алкогольной зависимостью едва исполнилось 17 лет. Люди пожилого возраста, к сожалению, тоже не редкость. Только за месяц в клинику обращаются около 40 человек. Как правило, люди в крайне тяжелом состоянии. Наркотики являются основной причиной смертности, несчастных случаев, травм, преступлений, убийств, самоубийств. Также растет количество беспризорных и безнадзорных детей. Алкоголь и смертность ходят рука об руку, но и это не снижает объемов потребления зелья. Сотни людей гибнут из-за пьянства за рулем. Ситуация с употреблением алкоголя за рулем также остается удручающей. Даже введение очень-очень строгих драконов, если я бы сказал, мер наказания не останавливает граждан. Причины пьянства разные, но результат всегда тупиковый. Саморазрушение. Врачи призывают не затягивать с решением проблемы, а идти за помощью, в том числе и анонимно. Консультацию можно получить по телефону 51 25 17 или обратиться в регистратуру. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов, Местное время.